привет я журналист алексей мацука это мой блог на телеканале дом о том как дела у меня дома на донбассе где много лет я работал журналистом а сейчас здесь уже в редакции мы внимательно следим за всем что происходит как на донбассе так и в крыму европейский суд по правам человека есть поча зарегистрировал межгосударственную жалобу российской федерации против нашей украины это уже по меньшей мере 11 жалоба международного характера которая касается отношений москвы и киева четыре из них были поданы нашим государством россия обвиняет украину в том что то якобы украина похищает убивает принудительно перемещает людей вмешивается в право голоса ограничивает людей праве пользоваться русским языком и нападает на российские посольства и консульства также россияне жалуются на прекращение подачи воды в крым по северокрымскому каналу и утверждают что украина несет ответственность подумайте только об этом загибель пассажиров на борту рейса мх-17 потому что якобы киев не закрыл свое воздушное пространство в 2014 вот что ответили в европейском суде по правам человека на такие странные мягко говоря заявления россии суд решил отклонить запрос соответствии с правилом 39 регламента суда поскольку он не касался серьезных рисков причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с европейской конвенции о правах человека я подчеркиваю украина тоже подала не одну жалобу на россию связанную с агрессией реальной агрессии этой страны события на донбассе и в крыму настоящие похищения людей реальные пытки на подвалах убийства запугивания принудительная паспортизация и другие нарушения права человека все это происходит прямо сейчас на тех территориях по вине россии которая пришла на украинскую землю под знаменами лжи освободителей прикинувшись голубем мира россия продолжает свою геополитическую игру а иски в есть почет для нее всего лишь формальность ведь сама россия уже давно не выполняет решение того же европейского суда по правам человека в кремле посчитали что требования международного сообщества для него не указ и они на свое усмотрение могут согласиться или отказаться их выполнять но получается требования самой россии изучите и примите меры настоящая борьба не за права человека а за мировое господство происходит за пределами международных судов к тому же никто ведь не запрещает подавать на украину зеркальные иски стиле кто как обзывается так и называется издание спектр пишет что именно при содействии россии с четырнадцатого по семнадцатый годы против украины были поданы тысячи исков есть пч и многие из них были поданы жителями неподконтрольного донбасса аннексированного крыма при содействии российских организаций как выяснилось есть пч начал коммуникацию с местными адвокатами и уже 500 исков были возвращены с просьбой уточнить или дополнить ряд документов которые могут послужить доказательствами адвокаты этого не могут сделать дело в том что иски подавались пачками в рамках организованной кампании в которой приняли участие разные организации и группы людей это и жители отдельных районов донбасса и сами россияне причем деятельность россии велась через организацию право против фашизма поддержку которой оказывали в общественной палате соседней страны а финансирование предоставлялась и в том числе из газ российского фонда мира это тоже организация как пишет радио свобода большое количество исков против украины в есть вообще было подано юристами меж территориально коллеги адвокатов клишин и партнеры получавший крупные государственные контракты внутри российской федерации в донецке это все происходило через местные так называемые общественные движения организации которые так или иначе сотрудничать а то и были созданы прокси группировкой днр это не означает что абсолютно все иски жители ордло фейковые там действительно есть люди которые подали иски в еспч но не только против украины а еще и против россии и делали они это по официальной процедуре то есть сначала обращались в украинские национальные суды но то что я описал не что иное как самая настоящая информационная компания против украина людей чьи заявления использовали могли даже не уведомить о том что они вряд ли получат ответ только потому что так называемым адвокатом важен был не результат а сам факт мол посмотрите как себя ведет украина по отношению к молодым республикам мы будем следить за развитием этой ситуации обязательно сообщим вам последствия и новые разоблачения действий фейковых республика сегодня на этом все до свидания